Депутаты сельского совета Прошлые депутаты были здесь? Перед выборами, да? Здесь четко закрепляется депутат за данным опытом. То есть он горсоветен и он занимается интересами села, если он от села пошел. Если он пошел от какой-то улицы, значит, от какого-то района занимается интересами района. Значит, те проблемы, которые есть здесь, в этой части дачного, не знакомые уже, я посмотрел. Значит, ну, как сказал Владимир Николаевич, это все будет решаться. Значит, первый вот мост, он уже начинает решаться. Уже мы видим результаты. Вот. По школе постараемся сделать максимально, чтобы школа была теплой и уютной для детей. Это, ну, первоочередная задача, которую я взял на себя. Потому что сам я отец четырех детей, и знаю прекрасно, что такое, чтобы они учились. Хорошо и теплее. Ну, давайте так. Попробуем, попробуем. Делать так, чтобы здесь было, ну, лучше, чем было в прошлых годах. Давайте попробуем. Это будет очень сложно. А теплее будет у нас? Это не на счет чего? Летом. Я, знаете, Вадим Георгиевич, на этот вопрос не ответит. Давайте я вам попробую ответить. Значит, мы, это проблема совхоза. Конечно. Проблема совхоза здесь, на улице Алушевская, в том районе города Солокар, где ответ. Ну, вы знаете, тут должен быть хозяин. Я скажу вам честно. Неправильный подход у Владимира Николаевича к этому решению вопроса. Он должен беспокоиться, забоиться об этом. Потому что эта проблема возникла сейчас на Алушевской. Мы встречались вот сегодня. Часть, колечка, часть дачная, это работники совхоза, пенсионеры. А часть людей живет там. И вот, вы знаете, я знал, что этот вопрос будет. Я там старался от этого вопроса как-то уйти, но я не могу от него уйти. Вы его все равно мне задали. Я обмену себя ответственным с этим вопросом разобраться сам. Потому что Кузьменко, у него нет денег, у него нет денег, у него нет денег. Но при чем тут люди, те, которые живут здесь? Вы же с этого работали в совхозе. Вы пенсионеры. Вы здесь, кто больше 30 лет, кто больше 40 лет работали в совхозе. Вы этот совхоз строили поднимали. Я уверен, что многие из вас эти дома строили. При чем тут вы? Тут просто должен быть подход нормальный к этому вопросу. Я вам хочу сказать смело, что я буду заниматься этим вопросом. Будем думать, как его решить. Потому что говорить постоянно, нет денег, это хорошо. И тогда их и не будет. Их надо как-то искать. Я хочу заявление, чтобы это было организовано. Мне не надо дать, мы с первым встретимся и подумаем, как это решить. Потому что просто можно это решать в вопросе. Да, надо как-то решать. Да, чтобы собрать. И еще в каждом доме найдите представителя, пусть он соберет эти заявления, чтобы каждый не нес. Одному человеку садите, а он принес. А этот начальник Рёст Хмилёв? Главный инженер Хмилёв. Он сегодня был с нами на встрече. Вы знаете, мы со светом вероятнее всего здесь виновата Пашалу. Ну, мы все в ответы, что в руке лопает. Вы не пашете ноги лопает. Грел по коленам. Давайте Вадим Георгиевич придет, посмотрит, что тут можно сделать. У меня совсем проблема. Ну, сегодня проведем. Ну, правда. На кассе я в одной части. Давайте, что еще? Ну, горел. Ну, два дня не горит караул. Вроде хоть и не было. Нет, два дня. Тихо. Детскую площадку будем бергать, он поможет. Пожалуйста. Значит, смотрите, я сейчас узнал, я сейчас узнал, ставят детскую площадку под севалок. Ставят ее. Значит, сейчас ее должны полностью смонтировать. Я посмотрю на качество этой площадки, посмотрю, как она, что она, определюсь, она будет у вас стоять. Потому что вот по Новому Свету, если взять, да, там очень много подпринимателей этих. И чтобы им дали место, там такую площадку сделали. Хорошо, вы мне место можете сегодня показать? Вот, поймите, обязательно подождите. А может быть, я уголь нам пол? Нужно немножко привести в порядок силами двора, то вы не обещаете это сделать. Вы поймете, я не могу с веником ходить возле каждого подъезда. Мы поможем. Секундочку. В свою очередь, что касается детского оборудования, именно для детского дворика, я этим буду заниматься. Мы договорились? Да. Все, вот я остаюсь здесь. И с вами посмотрим, кто у вас инициаторы. Давайте пройдем. Я вас умоляю, не пастите их в селе. Не пастите, я молчу, что у меня на огороде. Но вы их прогоняете по селу к себе. Они же идут и все объедают. Вот здесь сейчас они посадят эти елочки. Это все хана. Они вот такие, это хана, понимаете? Пожалейте труд, вы учите. Они в саду не едят. Они едят, все едят. Конечно, вы не видели. В саду еще не хотят для веника. А в саду едят. Зато какое вкусное молоко. Знаете, как говорят, Бог создал три зла. Вапу, черта и козла. Так вот, козы, самое страшное зло из всех животных. Да, конечно. Сожрали у нас во дворе все деревья. Скажите, где еще не сожрали? Сколько не садили, все же не сожрали. Еще со Слизовским. Там написано, что разрешается только содержание стойловая. То есть у себя во дворе можно держать хоть сто штук. Но выпасать и выгонять их нельзя. Поэтому увидели спокойно козу. Считайте, что она ваша. Ну, что тело? Шурпа. Шурпа. Пообщаться, поговорить. Ну, я надеюсь, вы все знамыслившие люди, вы сделаете правильный выбор. И проголосуете действительно за тех, кто уже у вас. И, пожалуйста, я сейчас раздам. Возле своих дворов. Посадите, пожалуйста. Людмила Александровна, еще можно? У нас накопилось. Возле, в огороде. Это лично к вам. Не, ну, так, чтобы ее видно было через заботу. Ну, я понимаю. Да, удивляемся, конечно. Я вам ответил? Ответили. Девушка Николаевич как раз имеет все. Ну, просто, если вы имеете все, и вы пришли на минное поле, надо же его расчищать. Но не опять же грехи с этого минного поля сидят. Ну, надо сначала собрать команду, которая будет помогать. И пособирайте. Вот, пособирайте. Вот, вы знаете, я тоже участвовал человеку, у которого все есть, и почему-то... И надо стараться работать с людьми. Да. Правильно. Вот, если вот, как вы сейчас, контакт, вы все будете знать, вы будете во всем курсе, вам всегда позвонят. И команда ваша будет все знать. Поэтому мы к вам сами пришли, сами. Правильно. И какой-то дядя ходит. Ну, это перед выборами, понимаете. Ну, я... Ну, а так даже. Я дядя... Мы их выберем, посмотрим, как они будут нам работать. Мы будем бастувать перед ремонтом. Да, мы будем ходить на приемы. Нам, мэр, надо нормальный... Нормальный, правильный.